Здравствуйте, Андрей Андреевич. Если можно, расскажите, пожалуйста, про янтры и мандалы. О, договорился. В чем их сходство и различия? Как можно их использовать? Можно ли их вышить для себя на конвей? Что символизирует цвета в них? Возможно, есть какой-то семинар по этому поводу, очень большое желание их вышить. Да, действительно, янтры и мандалы, они отличаются между собой. И что это обозначает? И янтры и мандалы используются в тибетском и, в общем-то, в буддийском мистицизме как элемент прообразов дворца. То есть, фактически, это выглядит так. Считается, что если человек хочет молиться какому-нибудь намерению, допустим, Богу денег или Богу везения или Богу, который устраняет препятствия какие-либо в жизни, то он должен для того, чтобы ему молиться, построить для него дворец. После чего побывать в этом дворце. Фактически, вот этот прообраз янтры или мандалы, просто по идее, если честно, одно и то же, то в этом прообразе ставится некий вот такой дворец, который визуально, и это называется в буддизме второе сознание или второе видение. В этом втором видении человек воспринимает вот такой дворец, окрашивая разные стороны разными красками. Обычно красками, которые связаны с астрологией или связаны с элементами, которые находятся на разных сторонах света. То есть, север окрашивается в зеленый цвет, юг и запад окрашивается в красный, соответственно, в желтый и так далее. То есть, там есть свои какие-то нюансы, вот такие. Это не принципиально. Также во время визуализации человек представляет, будто он входит в дворец, где стены окрашены, естественно, вот таким цветом. После этого проходит в круглый дворец, смотрит на трон, на нем находится и дальше там Будда. В случае, если это используется, допустим, в виде ритуальной магии, уже готовой, то это называется янтрой. В случае, если это изображение, которое связано с мистицизмом, то есть, это связано с изображением, допустим, которое вы видите в храме, в монастыре и не знаете, как с этим работать, то это называется мандала. Мандала – это фактически New Age, новые системы восприятия живописи, где человек условно может построить для себя некие внутренние ценности, расставив их в круг или в квадрат, окрасив их какими-либо симметричными рисунками. А также это может быть новый вот такой мозаичный, необычный подход к оформлению своего жилища и так далее. Я могу сказать вам, что New Age, мандалы, которые сейчас очень широко используются, которые якобы могут для человека привлечь в жизнь человека какие-либо там возможности и так далее, я считаю, они, ну, по моему мнению, не имеют такого должного, ярко выраженного магического влияния, не хочу никого обидеть, возможно, оно есть, но я думаю, что это влияние исключительно зависит от того человека, который создает такую мандалу, исключительно от его, наверное, намерения энергетического заполнить такую мандалу, возможно, зависит от того, насколько он молится или читает мантры, или заклинания, или что-то делает, молитвы, что-то делает с данной мандалой. Таким образом облучает фактически такой эзотерической энергией такую мандалу, и в дальнейшем она может каким-либо образом действовать. Нужно ли мандалу какую-либо или янтру размещать у себя на теле, я считаю, что нет. Само изображение янтры или мандалы само по себе без дополнительной визуальной работы, ну, фактически ничего не значит и фактически работать не будет. Жанна Попова, надеюсь, ответил. Большое желание вышивать. Я хочу вам порекомендовать. Существует янтра, которая называется Шри Рам Янтра. Это янтра, которая состоит из таких треугольничков, обозначает богатство. Если хотите сделать какую-либо татуировку себе, то сделайте вот такую Шри Рам Янтру. Если ее вытатуировать у себя на груди, я, наверное, правильно говорю это слово, то тогда у человека появляется материальное благополучие, везение, успех, человек становится более добрым, у него появляется везение. Это многократное пересечение. В середине, вернее, этой янтры должно быть шестиконечная звезда, которая расходится в множество сфер, как бы создавая бесконечный процесс объединения энергии плюса и энергии минуса, создавая процесс бесконечного влечения и борьбы, таким образом увеличивает у человека возможность гармонизировать свою судьбу по принципу и желаний, и возможностей, и сил, и реализации, ну и всего подобного. Фактически, по моему мнению, это может являться символом материального благополучия, символом такой тотальной защиты человека, символом, наверное, везения, успеха в бизнесе, в семье, общей реализации. Прочти продал, да? Поэтому такие янтры, Шри Рам Янтра, она очень часто используется в эзотерике, я о ней рассказываю на четвертой ступени, а также очень часто даю мантры, связанные с Шри Рам Янтры. Такая Шри Рам Янтра есть у меня в моем сборнике Янтар, который я продавал, символов школы Кайлас и так далее.